Турция готова нормализовать свои отношения с Израилем, заявил в понедельник президент Раджеп Таип Эрдоган. При этом, по словам турецкого лидера, это произойдет только в том случае, если Израиль согласится выполнить три условия, ранее уже озвученной официально Анкарой. Израиль должен извиниться за захват флотилии у берегов Газы в мае 2010 года, выплатить компенсации родственникам погибших в результате штурма и снять блокаду сектора Газа, заявил Эрдоган. В Израиле слова Эрдогана не оставили без внимания. По словам главы Министерства иностранных дел Дори Голда, потепление отношений между странами будет выгодно всему Ближнему Востоку. При этом Иерусалим также готов выставить свои условия, какие в нашем следующем видеоматериале. Отношения между Израилями и Турцией сильно испортились в январе 2009-го. Тогда Израиль проводил масштабную военную операцию «Литой свинец» в секторе Газа. Завершив боевые действия в одностороннем порядке, израильское руководство, тем не менее, приняло решение усилить морскую и сухопутную блокаду сектора. В свою очередь турецкий лидер сделал ряд публичных антиизраильских заявлений, в которых демонстративно обвинил еврейское государство в геноциде палестинцев. Дело дошло даже до того, что на Всемирном экономическом форуме в Давосе Эрдоган отказался находиться на одной сцене с президентом Израиля Шимоном Пересом, политиком, пользующимся глубоким уважением среди многих мировых лидеров. В мае 2010-го обе страны разругались окончательно. Миротворческая флотилия, отплывшая от берегов Турции, попыталась прорвать морскую блокаду сектора Газа. Флагман флотилии судна «Мави Мармора» было захвачено израильским морским спецназом. В результате штурма погибли 9 турецких граждан. Погибшие были вооружены ножами и железными прутьями. И даже после этого Израиль готов был извиниться и ради восстановления дружбы с Турцией выплатить солидную компенсацию родственникам так называемых миротворцев. Первые серьезные шаги навстречу друг другу были сделаны в марте 2013-го с подачи американского президента. Барак Обама, завершая свой визит в Израиль, уже в аэропорту Тель-Авива неожиданно позвонил Эрдогану. Затем, недолго думая, Обама притянул трубку Нетаньягу и, как отметили потом в окружении израильского премьера, фактически заставил последнего извиниться за захват турецкой флотилии. В израильском обществе поступок премьера восприняли неоднозначно. Мнения разделились. Противники извинений полагали, что это не приведет к изменению политики Эрдогана, выбравшего курс на сближение с арабским миром. Сторонники назвали жесть Нетаньягу здравым прагматизмом, когда интересы государства преобладают над личными амбициями лидеров и не влияют на глобальные дипломатические решения. Споры о том, следует ли дружить с Турцией, которая выбрала откровенный пропалестинский курс в израильском обществе, продолжаются и сегодня. Добрый вечер, Роберт. Я бы не стал так ставить вопрос, Евгений. Было открыто несколько каналов, они на самом деле были открыты, это не секрет. Каналы были открыты неофициально. Да, возможно, я участвовал в одном из этих каналов, были просто разговоры. То есть пытались урегулировать эту ситуацию на то дерево, на которое залез Эрдуан, пытались его оттуда аккуратненько спустить, чтобы он не лез выше. А он высоко залез? Я думаю, что да. На сегодняшний день, если смотреть, то он залез достаточно высоко. Я думаю, что он сейчас ищет способ, как все-таки оттуда слезть. Но это вопрос другой, это уже сегодняшний день. Вы закрыли в свое время ассоциацию парламентариев «Израиль-Турция». То есть было лобби, которое занималось вопросами дружбы между двумя странами, а есть товарооборот большой. Почему вы закрыли это? Почему нельзя было на парламентском уровне как-то поддерживать отношения? Я пытаюсь объяснить. Дело в том, что эта ассоциация была достаточно серьезная. Была такая же ассоциация и с турецкой стороны, и в турецком парламенте. И там было около 200 парламентариев со стороны Турции. В свое время закрыли с обоих сторон. Мы попытались это возродить. И в принципе нам удалось призвать, будем так говорить, в эту ассоциацию около 25 депутатов КНЕСТа, которые хотели и думали, что возможно отношения с Турцией на парламентском уровне, этот диалог можно возродить. Но, к сожалению, со стороны парламента Турции у нас осталось в этой ассоциации только два человека. И, конечно, после того, что... То есть все там побежали за Эрдоганом? Совершенно верно. Который занимал откровенно... Это, в принципе, была позиция. Антиизраильскую позицию. И находиться в этой позиции было достаточно неуютно и неудобно. И после того, что произошло с Мармурой, понятно, что было принято решение, что мы эту ассоциацию закрываем. Несмотря на то, что руководство КНЕСТа в свое время предлагало нам не закрывать эту ассоциацию, а ставить какой-то канал. Хорошо, Ари, почему так все депутаты турецкого парламента, как говорит Роберт, вдруг в один момент сначала они дружили с Израилем, а потом ушли? Это какая-то ментальная, скажите? Я, опять же, с Робертом согласен, конечно. Прежде всего, это связано с тем, что позиция Эрдогана была правящей позицией. Не будем забывать, что в свое время отношения между Турцией и Израилем имели стратегический характер. То есть два государства дружили, скажем так. Два государства достаточно хорошо дружили. Не просто дружили, Турция, одно из первых государств, которое приняло государство Израиля. С точки зрения военно-политических отношений, конечно же, отношения были великолепны между странами. На чем основывалось, на ваш взгляд, вот это великолепие отношений? То есть Израиль продавал военную технику? Были, конечно, соответственно, были интересы. У Турции и у Израиля были свои собственные интересы. Турция является первой страной, которая признала государство Израиль среди всех мусульманских стран в 1948 году. И в этом Израиль не забывал. Помним стратегию периферии того же Давида Бен-Гуриона, который, в принципе, создал базисную основу отношений между Турцией. То есть, я хочу понять, арабы отдельно, Турция отдельно. Турция никогда не считалась вот такой классической мусульманской страной. Конечно, реально, это было так. До прихода Эрдогана к власти отношения были и имели стратегический характер. То есть, все прекрасно помнят, что до ситуации Мармара, может быть, немножко раньше этих событий. Вспомним ситуацию с президентом Пересом в Давосе. Все это, в конце концов, привело к тому, что эти стратегические отношения превратились в странные отношения. То есть, сегодня в Анкаре нет посла Израиля, и в Израиле, в Тель-Авиве нет посла Турции. Отношения не странные, есть логическое объяснение всему. Это совершенно правильно. Но, с другой стороны, они странны с точки зрения той геополитики, которую, прежде всего, мы видим на Ближнем Востоке. Нет, всему есть цена. В тот момент, когда Эрдуан решил возобновить Османскую империю, то, понятно, он нашел себе мальчика-длебедья Израиль. Я не думаю, что нам это подходит. Роберт, я с тобой совершенно согласен. И реально, сегодня Эрдуан, можно сказать, пожинает все плоды, которые он создал. Собственной политики. Собственной политики. То есть, реально сегодня мы наблюдаем определенную геополитическую изоляцию Турции в регионе. То есть, да, Турция идет на определенные связи с Саудовской Аравией. Сейчас создали сунитский блок НАТО. Они говорят об этом очень много. Но, с другой стороны, Турция сегодня за счет Израиля, реально, последнее предложение Эрдуану о том, что турецко-израильские отношения необходимо возобновить, потому что это на благо Ближнего Востока. А что, два года назад эти отношения не были на благо Ближнего Востока? Это большой вопрос. Да, но Эрдуан ставит условия. Он же ставит условия. Причем, эти условия были озвучены на протяжении последних лет. Снять блокаду сектора ГАЗа, то, что Израиль не согласен, выплатить компенсации. Это на это Израиль готов был пойти. И самое главное, извиниться. Извинились уже перед токами, извинились. Неужели недостаточно? Недавно был серьезный разговор с источником в турецком посольстве, который мне сказал, Израиль официально извинился. Осталось только подписать компенсации погибшим террористам. А я вам скажу, более того, Израиль с самого начала предлагал выплатить эти компенсации. И третий вопрос, это снятие блокады ГАЗа. На мой вопрос этому источнику, что Турция в этой ситуации, если Израиль на это не пойдет. Они сказали, что если Израиль подпишет, Турция готова будет пойти на компенсацию. То есть забыть этот пункт. Забыть этот пункт. И тогда в Турцию пойдет израильский ГАЗ. Не будем забывать, что очень много говорят о израильском ГАЗе. Насколько сегодня Эрдоган будет готов ради израильского ГАЗа. Мы прекрасно знаем, что какие отношения у него с Россией на сегодня. То есть он хочет, другими словами, минимизировать энергетическую зависимость Турции от России. Реально возникает израильский ГАЗ. И в этой ситуации, насколько он готов будет на ДПД, покажет, конечно, время. Мне кажется, этот вопрос будет решаться не в Анкаре, а, наверное, в Вашингтоне. Вы позволите немножко дополнить то, что Ария сказал. Нельзя забывать, что в свое время, кто погнал отсюда турков и помог англичанам выбросить отсюда турков, это палестинцы. Это те же палестинцы. И в Турции до сих пор об этом помнят. Именно Эрдуан попытался все это изменить. То есть... На уровне народа, вы имеете в виду, помнили? На уровне общественного мнения. Обычный РДВ, турки помнят, что палестинцы против Турецкой империи. Сегодняшняя позиция. То есть мы что видим реально сегодня во внешней политической стратегии Эрдогана? У него нет последовательной внешней политики. То есть, с одной стороны, если Израиль такой хороший государственный, о чем он решил вновь поговорить о том, что да, давайте начнем наше прекрасное отношение между нами, забудем о всех проблемах. То есть возникает эта ситуация, зачем это нужно было сделать? Есть другой момент. Это предложение, которое сейчас поступило от Эрдуана. Давайте посмотрим на них. Это прежде всего извинения, компенсация и снятие блокады. И Эрдуан прекрасно понимает, что извиниться, мы изменились, что компенсацию мы готовы выплатить. Даже блокаду уже снизили? Секунду, по поводу блокады. То есть, когда идут такие переговоры, все прекрасно понимают, что надо где-то в чем-то уступить. То есть Эрдуан, обратите внимание, сегодня поставил этот вопрос в самом последнем. То есть блокада у него, то есть последняя в его предпочтениях. То есть, в принципе, если мы потребуем от Эрдуана не вмешиваться в наши внутренние дела и в дела наши с палестинцами, то я думаю, с Эрдуаном можно иметь дело дальше. И это должно быть нашим условием. А теперь, собственно, к главному вопросу внутри Израиля. Когда вы говорите, мы потребуем, вы имеете в виду кого? Правительство или всю, так сказать, политическую систему? Почему я задаю этот вопрос? Потому что на этой неделе Абигдор Либерман, бывший министр национальных дел, сделал следующее заявление. Это, собственно, и к вам тоже, Ария. Он сказал, что не Израиль должен, не Турция должна ставить условия, а Израиль. Во-первых, прежде всего, турки должны закрыть штаб Хамаса, который действует, правильно, на территории Турции. Во-вторых, провести закон, который запретит турецким гражданам подавать иски против тех, кто участвовал в Маве Мармана. И, собственно, третий пункт, прекратить эту антиизраильскую риторику. С двумя пунктами я полностью согласен. Прежде всего, антиизраильская риторика. Нельзя забывать, что те фильмы, которые вышли про израильскую армию в Турции, они проходили на государственных каналах Турции. Это первое. Это в силах Эрдуана это сделать. Второе, закрыть штаб-квартиры Хамаса, террористическая организация, общепризнанная. Это тоже совершенно понятно и очевидно. По поводу судебных исков нельзя забывать, что и в Израиле, и в Турции независимые судебные системы. То есть, Эрдуан не может с законом провести, чтобы не подавались эти иски. Они могут не приниматься в судах, по крайней мере. Насколько я знаю, судебную систему... Вот я больше склоняюсь к ответу, на Востоке как на Востоке. Восток оказывает влияние, он может? Влияние можем оказывать и мы на нашу судебную систему. С этим я с вами не согласен. Вы считаете, что Эрдуан захочет для него эти условия выполнимые? Если он захочет. Вопрос, захочет ли он, это большой вопрос. Потому что вся его внешнеполитическая стратегия последние 5 лет, последние 6 лет, это антиизраильская риторика. Вопрос, для чего он это делал. Реально у него была стратегия. Он рассчитывал на то, что эта антиизраильская риторика приведет рано или поздно, что Турция будет лидером арабского и мусульманского мира. Реально эта стратегия провалилась. Реально провалилась стратегия Эрдугана. Ноль проблем со своими соседями. Со всеми проблемами у Турции есть сегодня проблемы. С этой точки зрения проблемы, с Россией проблемы, с НАТО. Россия проблемы, с НАТО проблемы, с Арменией проблемы. Европа не принимает. Только Азербайджан готов подставить плечо и быть висимым другом. Ситуация с Азербайджаном интересна, что Израиль имеет очень важную роль в азербайджанской внешней политике. И Азербайджану... Громкое заявление. Израиль имеет важную роль в азербайджанской внутренней политике? Нет, не внутренней, а внешней политике. Израиль играет очень важную роль во внешнеполитической стратегии Азербайджана. С этой точки зрения... Израиль дружит с Азербайджаном очень хорошо. Мы консультанты Азербайджана. Почему тогда Азербайджан не может выступить посредником между Азербайджаном? Именно Азербайджан последние минимум 3-4 года готов предложить это сотрудничество. Я знаю, что на уровне министра на основном отделе Азербайджана Мамедьярова это заявление было сделано. Потому что у Азербайджана прекрасно отношение с Турцией, потому что Турция это братская страна с точки зрения этнического и религиозной составляющей. Но с точки зрения, например, языковой тоже. С другой стороны, в Израиле проживает 70-тысячная община выходца из Азербайджана. А за то, что происходит с выходцами из Азербайджана в Израиле, Азербайджану достаточно больно, если там что-то происходит не очень хорошее в отношении Израиля. Поэтому с этой точки зрения Азербайджан постоянно выступает с той позиции, что надо дружить, надо договариваться друг с другом. Несмотря на то, что такая же позиция Азербайджана была и между Россией и Турцией. Возникла эта ситуация, такая же позиция уже со стороны президента была. Ария, вы же понимаете, мы же на Востоке живем, здесь не надо заявлять, здесь нужно положить на стол и сказать, вот, вот, наше предложение. Азербайджан положил на стол предложение? Я думаю, что это предложение... Именно потому, что мы живем на Востоке, на стол эти предложения не ставятся. Это правда, в этом есть своя правда, конечно. Господа, у нас закончилось время, очень интересная дискуссия. Большое спасибо, Ария Гуд, политолог, за ваш комментарий. И экс-депутат Неста Роберт Ивяев, большое спасибо. Спасибо, Евгений. И в продолжение темы отношений Турции-Израиля хочется напомнить, что когда-то обе страны были частью Большого Шелкового Пути. В Южном Израильском городе Шкелон это не только помнят, но и пытаются даже воссоздать на сцене. Уже шестой год подряд там проходит фестиваль «Великий Шелковый Путь». Этот проект интересен тем, что торговые пути проходили через многие страны, общины которых сегодня живут в Израиле. Китай, Индия, Казахстан, Узбекистан, Грузия, Азербайджан, Армения, Иран и Турция. В ходе фестиваля зрители могут наблюдать выступления коллективов из разных стран, а также познакомиться с культурами тех государств, которых и объединял этот большой проект. А ведь когда-то Ближний Восток был другим, и страны умели дружить. Такой была минувшая неделя в Израиле. Спасибо, что этот час вы провели с нами. Увидимся в следующую субботу на телеканале РТВИ. 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 РТВИ.